Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Поддержать по всем направлениям. В администрации Самары обсудили, как помочь мобилизованным, вернувшимся в отпуск из зоны СВО. Китайские шины заменили резину известных европейских брендов. Сколько сейчас стоит переобуть машину? Красота русской деревни в акварели. В областном художественном музее открылась выставка Валентина Попкова «Весна. Свежий ветер». В доме Челышова, который накануне пострадал при пожаре, проведут техническую экспертизу на предмет безопасности и исправности всех коммуникаций. Об этом сообщили на рабочей встрече, которую глава города Елена Лапушкина провела совместно с жителями, сотрудниками Министерства социально-демографической политики, главой Ленинского района Еленой Бондаренко, представителями профильных департаментов, сотрудниками полиции и МЧС. О вопросах, которые звучали чаще всего, и о найденных вариантах решения, репортаж Ольги Павловой. Разрешить вопросы максимально корректно, с точки зрения закона, не оставить без внимания каждого, чьи квартиры пострадали во время пожара. Здание доходного дома Челышова загорело в Самаре вечером 22 марта. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Специалисты МЧС эвакуировали 60 человек. Часть из них разместили в пункте временного пребывания. К счастью, обошлось без жертв. По факту возгорания уже идет проверка. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь. На встрече с жителями, которую глава города Елена Лапушкина провела совместно с представителями профильных департаментов, сотрудниками полиции и МЧС, обсудили вопросы проживания в уцелевших квартирах, коммунальных платежах, возможностях переезда в маневренный фонд. Это не первая встреча. Сразу после пожара на территории Ленинского и Натригородского района тоже собирали людей, объясняли порядок действия. Сейчас на дом должна зайти компания, которая проведет техническую экспертизу. Попросим максимально короткий срок, потому что от этого очень много зависит. К счастью, сегодня выяснилось, что не все квартиры безвозвратно пострадали. Есть квартиры, в которых возможно жить, но, безусловно, после того, как просохнут и как специалисты подключат их к коммуникации. На встрече с главой города жители пострадавшего при пожаре дома заполнили анкеты о составе семьи и написали заявление на выплату материальной помощи. Она будет оказана каждому в зависимости от причиненного квартирам ущерба. Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что он, конечно, к этой проблеме подключился и тоже со своей стороны отправились в Самарской области, будет выплачивать пострадавшим материальную помощь. Техническую экспертизу здания проведут на предмет безопасности и исправности всех коммуникаций. Проверят фундамент, кровлю, фасад. Сейчас необходимо выяснить, насколько пострадал дом и является ли он пригодным для дальнейшего проживания. При пожаре сильно повредились кровля и система подачи отопления. Что касается света, газа и холодного водоснабжения, то в некоторых уцелевших квартирах данные коммуникации уже можно подключить. Жителям напоминают, на время всех необходимых проверок дом будет находиться под пристальным контролем сотрудников полиции и МЧС. Заходить в квартиры за ценными вещами в целях безопасности можно только в сопровождении. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Помощь в оформлении льгот, комплексное лечение, реабилитация и решение бытовых нужд. В Самарской области разработали план по возвращению мобилизованных из зоны СВО. Его реализацию обсудили на межведомственном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в сюжете Виктории Шарой. Поддержать по всем направлениям. В администрации Самары обсудили меры поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. На межведомственном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили ход реализации плана, утвержденный губернатором Дмитрием Мазаровым. Программа возвращения направлена на комплексную адаптацию военнослужащих. Это помощь в оформлении всех положенных льгот, комплексное лечение, реабилитация и решение бытовых нужд. Основная задача этого совещания все-таки наладить такую беспроблемную, безбойную межведомственную связь. От получения информации до сопровождения бойца, до сопровождения семьи. Сегодня обсуждали вопросы медицинского сопровождения, культурного сопровождения, спортивного сопровождения, обмена информацией. Мы это все обсудили и понимаем, как действовать дальше. Самара стала одним из первых городов России, где вопрос реабилитации вернувшихся военнослужащих был тщательно проработан, а механизм отлаживается и запускается. Самарская область одной из первых запустила электронные социальные паспорта. Здесь созданы центры психологической помощи. Организованной проведена первая в России образовательная программа обучения специалистов-психологов. Запущена расширенная двухэтапная диспансеризация бойцов. Сейчас на портале госуслуги разрабатывается сервис по информированию военнослужащих и их семей о существующих мерах поддержки. Приезжают из других регионов, непосредственно из Москвы, приезжали представители фонда «Своих не бросаем», чтобы оценить наш опыт и принять его для реализации. Наш проект был представлен президентом Российской Федерации, который дал поручение распространить опыт Самарской области по другим регионам. За каждым бойцом закрепляется куратор. Он рассказывает, на какую поддержку и помощь может рассчитывать вернувшийся из зоны СВО и помогает их получить. Работу по возвращению начинает также куратор, который выдает памятку о шагах, которые ему необходимо предпринять, консультирует о мерах поддержки. Межведомственные взаимодействия по работе с военнослужащими и их семьями проходят на постоянной основе, чтобы каждый получил комплексную поддержку. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Тоннелепроходческий комплекс для строительства новой станции метро закончат монтировать на Галактионовской к началу апреля. А на улице Полевой специалисты приступили к бетонированию дна стартового котлована. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». А наша съемочная группа следит за всеми новыми подробностями. Что изменилось на стройплощадках, расскажем в сюжете. На площадке метростроя по улице Галактионовской кипит работа. Здесь к середине апреля планируют полностью закончить пусконаладку тоннелепроходческого комплекса, настроить все его системы и подготовиться к пуску. Движение огромного комплекса длиной 88 метров начнется от улицы Галактионовской. С помощью специального инструмента, ротора, это аналог сверла у дрели, установка метр за метром будет проходить под землей и формировать тоннель, который протянется до перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Начальную точку обозначили. Кольцо диаметром 6 метров, в него и врежется щит. Основные детали установки уже смонтированы. Собран сам щит, на него навесили ротор и подсоединили все пять технологических тележек и транспортный мост, состоящий из двух частей, передней и задней, для транспортера. Породу из камеры, ротора, сверла транспортер будет передавать на ленточный конвейер. Мы будем монтировать раму упора, будем монтировать адаптерное кольцо, доводить дома откаточные пути, необходимые для транспортировки грунта и подачи колец. Начнем собирать временные кольца и, собственно говоря, вести пусконаладочные работы по комплексу. Скоро начнут монтировать ниппельное кольцо. Специальный элемент не позволит грунту попадать снаружи через забойную часть. То есть вся разработанная порода будет подаваться по конвейеру через внутреннюю часть комплекса и в результате отправляться на полигон. В середине апреля мы планируем получить разрешение на строительство, которое позволит заявиться под надзор в Ростехнадзор, чтобы завершить официальную процедуру пусконаладки ТПНК. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя достаточно податлив, поэтому комплекс сможет выйти на проектную мощность 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. Работу комплекса обеспечат порядка 16 человек. Это машинист, проходчики и бригада по обслуживанию щита. Остальные специалисты будут находиться наверху, над котлованом. Тем временем к доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты занимаются разработкой стартового котлована. На участке сделают порядка 13 20-метровых специальных свай. Они должны выдержать установку крана над вновь построенными сетями инженерных коммуникаций. Кран будет нужен для того, чтобы собрать тоннель проходческий комплекс. Такое решение приняли для того, чтобы избежать перекрытия большого участка улицы Новосадовой. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События. Приближается летний сезон и автомобилисты уже начинают менять зимние шины на летние. Дефицита резины на рынке нет, рассказывают эксперты. Место популярных иностранных брендов, которые ушли с рынка, заняли компании из Китая. В связи с этим цены на шины снизились. Сколько сейчас стоит переобуться в Самаре, расскажет Светлана Кудрявцева. Автомобилисты переходят на летнюю резину. Пока в самарских шинных центрах ажиотажа нет. Но для весны он и не характерен, рассказывают эксперты. Водители заранее записываются на шиномонтаж и спокойно переобувают свои автомобили. В весенний сезон он немного отличается от зимнего. Если зимний он происходит очень резко и одномомоментно, то весенний он растягивается. У нас большого ажиотажа быть не должно. То есть огромных очередей, срочной переобувки, так как все-таки специфика такая, что на зимней резине еще можно поездить, когда теплеет. Автоэксперты рекомендуют водителям менять зимнюю резину на летнюю, когда средняя температура воздуха установится выше 8 градусов. Обычно переобуваться спешат в апреле. Но в этом году в Самарской области весна наступила рано, а температурное значение, по информации синоптиков, на 8 градусов выше нормы. Поэтому самое время менять зимние колеса на летние. Процедура в среднем занимает 15-20 минут. Для начала мы интересуемся, какие работы нужно выполнить. Загоняем автомобиль на подъемник, отнимаем, откручиваем колеса. Если нужно, производим мойку, демонтаж шин, монтаж, балансировку. Где-то шина с одной стороны легче, с другой стороны немного тяжелее, из-за этого будет дисбаланс. Поэтому нужно проходить обязательно балансировку. Средняя стоимость полного шиномонтажа по Самаре – 1400 рублей. И выездной шиномонтаж, который тоже набирает популярность, обойдется наполовину дороже. А вот цены на резину в этом сезоне снизились практически наполовину. Это происходит из-за того, что известные зарубежные поставщики покинули рынок и нишу заполняют товары из Китая. Цены с прошлого года, если брать лето 2022-го и текущий момент, цены где-то нам подешевели порядка 50, даже больше процентов. Если, к примеру, шина известного бренда стоила, допустим, около 7 тысяч, то сейчас она где-то около 4-4,5. Китай в этом же размере сейчас где-то 3-3,5. Итого сменить шины на летние, используя китайскую резину, можно за 16-18 тысяч рублей. В прошлом году общая стоимость доходила до 40 тысяч, так как поставщики из-за опасения и нестабильности поднимали цены. Сэкономить сейчас можно и благодаря Троидыну. А в некоторых шинных центрах принимают старые покрышки и диски, если они в приемлемом состоянии. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. 24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Что делается в Самарской области, чтобы снизить заболеваемость населения этим недугом и сократить смертность? Об этом рассказали медики на пресс-конференции в Доме журналиста. Подробности в нашем сюжете. Как снизить заболеваемость жителей Самарской области туберкулезом и сократить смертность от этой болезни? Об этом говорили специалисты на пресс-конференции в Доме журналиста. Туберкулез – одно из социально значимых заболеваний наряду с ВИЧ-инфекцией, психическими болезнями, онкологией и сахарным диабетом. На территории Самарской области создана система помощи пациентам. Работают три крупных диспансера на тысячу коек и два санатория, в которых проходит лечение и реабилитацию заболевшей туберкулезом. Медики говорят, темпы снижения заболеваемости есть, они составляют от 50 до 100 человек в год. Мы вроде бы достигли определенных результатов, у нас снизилась первичная заболеваемость, у нас снизилась распространенность, но темпы, которые относятся к снижению первичной заболеваемости, распространенности, конечно, хотелось бы увеличивать. В регионе внедряются новые методы лабораторной диагностики, проводят телемедицинские консультации. Но при этом ежегодно около тысячи человек в Самарской области впервые заболевают туберкулезом. Чуть менее половины из них – пациенты с ВИЧ-инфекцией. По сути дела, ВИЧ-инфекция является основным фактором риска туберкулеза в настоящее время, потому что связана со снижением иммунитета. Одним из важнейших показателей в борьбе с туберкулезом является смертность. С 2015 года она снизилась в 8 раз. А численность пациентов с хроническим туберкулезом сократилась в 2,5 раза. При такой форме заболевания консервативное лечение неэффективно. Приходится прибегать к хирургическому. По словам детского фтезиатра, несовершеннолетние болеют существенно реже взрослых и заражаются от родителей. Поэтому своевременная диагностика взрослых особенно важна. Обследование своевременным флюорографическим методом грудной клетки взрослого населения является самой надежной профилактикой туберкулеза у детей. Медики советуют взрослым не пренебрегать своим здоровьем и ежегодно делать флюорографию, а детям диаскин-тест. Заболевания, выявленные на начальной стадии, вылечить гораздо проще. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличит на 18,5%. Это анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. Премьер заявил, что повышение благосостояния граждан является одной из задач правительства на текущий год. Реализовать это получится в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции, подчеркнул он. Ранее сообщалось, что после повышения минимальный размер оплаты труда составит 19242 рубля. В прошлом году МРОД повышали дважды, в сумме почти на 20%. Кроме того, с 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на 11,9%. Далее, коротко о других событиях дня. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, а в мае уже начнет действовать. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, по словам Аксакова, Госдума рассчитывает в апреле рассмотреть законопроект о майнинге и обращении криптовалют. В России будут выделять по 10 миллиардов рублей в ближайшие два года на строительство малоэтажных деревянных домов для расселения аварийного жилья. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Также глава государства поручил правительству продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Первые в мире резидент Жигулевской долины вывел на маркетплей стяговые протезы пальцев. Изначально протез создавали индивидуально под конкретного клиента, но в этом году протез усовершенствовали уникальной деталью, позволяющей пользователю самостоятельно подгонять аппарат под свои параметры. Технопарк «Жигулевская долина» – инвестиционная площадка региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня в периметре технопарка разбивается более 290 инновационных проектов. Самарские офтальмологи спасли жизнь ребенку с проникающей травмой глаза. Шестилетняя девочка в процессе изготовления поделки случайно попала ножницами в глаз, и ее срочно прооперировали. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству врачей детского микрохирургического отделения, зрение удалось спасти. Ребенок находится под наблюдением врачей. Ежегодно с различными травмами глаз в детское отделение областной офтальмологической больницы поступают около 50 детей. 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. По словам медиков, основной ее причиной является снижение уровня нейромедиатора – дофамина. Причиной депрессии могут быть как внутренние, так и внешние факторы. Например, истощение организма на фоне постоянного стресса и заболеваний, жизненных трудностей, отсутствия социальных лифтов, любовных переживаний. Также депрессия может возникнуть на фоне различных тревожных расстройств. Она может быть как самостоятельным заболеванием, так и вторичным. Профилактика и самостоятельная борьба с депрессией включают в себя соблюдение режима дня, правильное питание, активный образ жизни, занятия спортом, которые способствуют выбросу дофамина, общение с близкими. Если все это не работает, стоит обратиться за помощью к специалисту. В преддверии Дня работника культуры, выдающихся деятелей творческих профессий со всего региона чествовали в Театре драмы. Профессиональный праздник в России отмечают 25 марта. По этому поводу за заслуги перед культурной жизнью Самарской области награждали почетными грамотами профильного министерства, главы Самары и Городской думы. На праздники побывала и наша съемочная группа. Их актерская игра, пение, танцы, владение игрой на музыкальных инструментах каждый день дарят самарцам яркие эмоции. Чуткие библиотекари помогут подобрать произведения для чтения. Краеведы и сотрудники музеев знают все об истории нашего региона и не только. 25 марта в России отмечают их день – День работников культуры. В преддверии праздника в Самаре поздравляли деятелей творческих профессий. Замечательные наши ветераны. Огромный вам низкий поклон. В год учителя и педагога вы для нас, конечно, огромный, теплый пример. Я хочу пожелать молодым, которые есть в этом зале, двигаться дальше. Гореть, зажигать других и получать прежде всего огромное удовольствие от своей работы, от своего творчества. Лучшие работники сферы культуры Самары и региона получили памятные грамоты от профильного министерства. Почетной наградой удостоилась главный библиограф публичной библиотеки Татьяна Ринзяева. Благодарности Министерству культуры получили художественный руководитель ансамбля бального танца Академия танца Светлана Довлетшина и сотрудник телеканала «Самара ГИС», ведущий и создатель программы «Город. История. События», старший научный сотрудник отдела фондов Самарского литературно-мемориального музея Горького Михаил Перепелкин. В сфере культуры он работает 25 лет, успешно совмещает творчество с научной и образовательной деятельностью в одном из университетов Самары. С 1997 года, когда я пришел на службу, про все остальные работы говорю «работа», а про музей говорю «служба». На службу в литературный музей, литературно-мемориальный музей имени Горького. И вот с 1997 года в нем служу верой и правдой и хочется надеяться, что что-то доброе сумел сделать. Выдающиеся работники культуры также получили почетные грамоты и благодарственные письма главы Самары и Думы городского округа. Приветственный адрес главы Самары Елены Лапушкиной, собравшимся, зачитала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Талантливые и инициативные люди являются гордостью нашего города. Неслучайно почетное звание заслуженной работник культуры Российской Федерации присвоено более чем 30 творческим специалистам сферы культуры, а звание заслуженным работник культуры Самарской области – 10. Многие из вас отмечены федеральными и региональными наградами, и я уверена, что работники культуры – это настоящие патриоты России. В Самаре работают 47 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. В них трудятся более 2,5 тысяч человек, которые каждый день создают интересные события и дарят яркие впечатления жителям и гостям города. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Красота русской деревни в акварели. В Самарском областном художественном музее открылась выставка работ Валентина Попкова «Весна, свежий ветер». Наша съемочная группа посетила открытие выставки. Подробности в сюжете Александры Гусевой. Легкая, полупрозрачная акварель способна передать намного больше, чем просто очертания. Работы российского художника Валентины Попкова, представленные на выставке «Весна, свежий ветер», наполнены светом, эмоциями. У каждой картины своя атмосфера. За окном стоит «Весна», а у нас прекрасные работы, написанные самой, наверное, радостной краской акварелию, которая сама является соавтором художника. Вы знаете, акварель работает так, что она иногда даже диктует сюжет. И владение акварелью всегда говорит о самом высочайшем уровне мастера. Валентин Алексеевич Попков – народный художник Мордовии. Его не стало в 2009 году. Но работы художника сейчас хранятся в галереях, музеях и частных коллекциях России и всего мира. На выставке «Весна, свежий ветер» в областном художественном музее представлены акварели, выполненные в различных жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт. Свободной работой акварелию художник применяет различные техники. Наносит влажной кистью цвет на влажный фон, прорисовывает углы и придает четкости с помощью техники «Алла Прима». И, конечно же, использует лассировку – многоразовое нанесение нескольких слоев краски на сухую поверхность. Акварели Валентины Попкова передают свет и воздух, атмосферные состояния природы. А образы простых людей полны искренности, эмоций. Акварели – это очень особый вид. Я вам хочу сказать, если он начинал писать акварелию, он отказывался на какое-то время от записанных работ, от вас. И уходил вот в этот мир, он раскладывался в мастерской, у него были одни акварели, краски, к нему не подходили еще раз, ничего не трогают. Он делал, процесс входил. Источниками вдохновения для художника были природа, простые деревенские люди, жизнь деревни в ее многообразных проявлениях. Валентин Алексеевич Попков любил работать не только с акварелью, но и другими видами красок. Постоянно развиваясь, он много экспериментировал, обращаясь к различным приемам и техникам. Он, кстати, был дружен с художниками, которые основали суровый стиль. Это Попков, однофамилицы, это Татунов, Абросов, Андронов. И они вместе работали на академичке, они вместе дружили, писали. И влияние очень заметно друг на друга оказали. Посетить выставку «Весна, свежий ветер» можно до 23 апреля. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Шестой Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Самаре с 8 по 10 июня. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Программа направлена на аудиторию архитекторов, реставраторов, искусствоведов, строителей, экспертов, студентов профильных вузов и колледжей, представителей субъектов, исполнительной власти и муниципальных образований. Стать участником конкурсной деловой выставочной программ можно до 12 апреля. Для этого необходимо зарегистрировать заявку на сайте фестиваля «Архитектурное наследие». Прием конкурсных работ продлится до 19 апреля. В приложении госуслуги «Авто» доступна электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Документы доступны в приложении даже без интернета. Предъявите электронные права инспектору ДПС, он считает появившийся QR-код через специальную программу. Данные автоматически загрузятся из базы госавтоинспекции. Сейчас продолжается переходный период, во время которого водители еще обязаны иметь при себе водительское удостоверение и другие документы в оригинальном виде. Но уже можно использовать и электронные права, напоминает телеграм-канал администрации Куйбышевского района. Центральный музей Росгвардии, отметивший 55-летний юбилей, стал доступен для онлайн-посещения. Проект выполнен на основе панорамной фотосъемки. Вниманию зрителей представлены предметы разных эпох. Виртуальная версия музея размещена на официальном сайте Росгвардии в разделе «Для граждан». Об этом информирует телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики «Самары». На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах «Водноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok